МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С последними событиями к этому часу в студии телеканала Север. Ольга Русул, здравствуйте. Чем живешь в тундре? Малоснежная зима доставляет проблем оленям, стадам и кочевникам. Об этом представителям законодательной власти рассказали оленеводы СПК ЕРФ. ПЦР-тестирование в Ненецком округе стало доступнее. В регион закуплены новые экспресс-тесты. На коронавирус стоимость на услуги значительно снизилась. Место гонок изменить нельзя. В Наринмаре обсудили вопросы проведения традиционного мотокросса Бурандей, который состоится весной. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. 4 февраля состоится первая в этом году сессия Собрания депутатов Ненецкого автономного округа. Накануне парламентарии на предсессионном заседании комитета утвердили повестку дня. На предстоящей 33-й сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-го созыва парламентарии рассмотрят 12 вопросов, среди которых согласование кандидатур на должность заместителя губернатора. В соответствии с уставом округа кандидатуры вице-губернаторов подлежат согласованию с региональным парламентом в течение пяти месяцев со дня назначения на должности. О результатах деятельности за 2020 год доложит руководитель ОМВД по Ненецкому автономному округу Сергей Сахаров и председатель региональной счетной палаты Елена Сопочкина. Также на этой сессии будет рассмотрен вопрос о дополнительных мерах социальной поддержки детям-инвалидам. В частности, это оплата проезда и обучения детям, которые участвуют в специализированных учебных заведениях. На сессии также будет заслушан протест прокурора Ненецкого автономного округа. Который касается регионального закона о поддержке развития малого и среднего предпринимательства в НАО. И после этого будет рассмотрен, соответственно, сам закон. Будут внесены изменения в наш региональный закон о поддержке малого и среднего предпринимательства как собственные изменения, связанные с изменением федерального законодательства. Также там будут учтены и изменения, вызванные протестом прокурора. На предстоящей сессии председатель собрания депутатов Ненецкого автономного округа Александр Лутовинов выступит с информацией о деятельности регионального парламента за 2020 год. К сожалению, мы продолжаем жить, наш округ продолжается жить в режиме повышенной готовности в связи с продолжающейся эпидемией коронавируса. Поэтому на сессии присутствует минимальное количество людей, то есть докладчики, те, кто непосредственно будет отвечать на вопросы. Прямую трансляцию сессии собрания депутатов Ненецкого автономного округа можно посмотреть на официальном сайте окружного парламента и на телеканале «Север» 4 февраля, начало в 10 часов утра. Представители общественной палаты поддержали законопроект о мерах социальной поддержки семьям, имеющим детей инвалидов, обучающихся за пределами Ненецкого округа. Речь идет об оплате проезда к месту учебы детям старше 18 лет и сопровождающим лицам. Обсуждение поправок прошло на базе общественной организации «Особое детство в НАУ» с участием депутатов и заинтересованных лиц. Необходимость проработки изменений в действующее законодательство возникла после обращения семей, воспитывающих детей инвалидов по вопросу оплаты проезда за счет окружного бюджета специализированной образовательной организации. Согласно федеральному закону, дети оплачиваются проезд обучающимся только до 18 лет. Дети, которые за 18 лет, здесь уже оплата не идет, которые обучаются в специализированных образовательных организациях. Это касается детей слабослышащих и детей глухонемых. У нас таких образовательных организаций в округе нет, поэтому дети учатся за пределами округа. Это в Архангельской области. Изменения в окружной закон позволят продлить меры социальной помощи детям-инвалидам до момента окончания их обучения в специализированной образовательной организации, а не только до 18 лет. Длительность школьной программы специальных образовательных организаций, в которых проходит обучение детей-инвалиды за пределами Ниньского автономного округа, в сравнении с длительностью обычной школьной программы увеличена. То есть дети-инвалиды, они заканчивают свое обучение уже в возрасте 23 лет. Законопроект рассмотрят на ближайшие сессии. Если он вступит в силу, то семьям, которые в прошлом году возили детей на обучение за свой счет, на основании предоставленных документов проезд будет оплачен. Сумма затрат из окружной казны составит порядка 250 тысяч рублей. Изменения будут рассмотрены на депутатской сессии 4 февраля. Представители Всемирного фонда дикой природы посетили заповедник Нинецкий. В поездку отправились Дмитрий Горшков, директор Всемирного фонда дикой природы России, Олег Суткайтис, директор Баренц-отделения и Сергей Уваров, координатор проектов фонда ВНАО. В рабочей поездке группа пообщалась с инспекторами в кордоне, а также посетила домик для научных сотрудников. Итоги поездки подвели в ходе совещания с участием администрации Нинецкого округа. Мы с фондом дикой природы сотрудничаем уже с 2006 года и очень удовлетворены этим сотрудничеством. Реализовано достаточно много очень интересных проектов и по сохранению редких видов животных, таких как Атлантический морж, Белый медведь. Сегодня же с коллегами мы договорились о создании, о развитии особо охраняемых природных территорий. Отдельно проговорили о развитии программы сохранения дикого северного оленя. И я абсолютно уверен, что совместными усилиями с фондом и коллегами нам удастся этот проект реализовать и сохранить уникальную северную природу. Настолько же уникальную, насколько и хрупкую. Стоит отметить, что фонд регулярно передает технику для патрулирования особо охраняемых территорий. Полтора года назад заповеднику были переданы снегоходы, состояние которых также проверили в рабочей поездке. Отрадно, что руководство округа уделяет столько внимания вопросам сохранения дикой природы, устойчивому использованию. И здесь фонд всячески старается поддерживать округ в этом. Мы договорились о том, что в дальнейшем мы будем помогать региону создавать новые, поддерживать существующие особо охраняемые природные территории, реализовывать мероприятия по сохранению редких видов, работать с местным сообществом. В общем, впереди у нас еще очень много, я надеюсь, плодотворной, эффективной совместной работы на благо арктической природы. Среди мест, которые посетили представители фонда, были дельта реки Печоры, залив Коровинская Губа, полуостров Костяной Нос и остров Ловецкий. Сотрудничество администрации округа и Всемирного фонда дикой природы позволяет держать на контроле сохранность уникальной арктической земли. Глава региона в ходе рабочей встречи с руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым обсудил ряд вопросов, касающихся организации рыболовства на территории Ненецкого округа. О результатах переговоров Юрий Бездудный рассказал в ходе еженедельного оперативного совещания. В частности, речь шла о снижении стоимости путевок на вылов семги для местных рыбаков. По этому вопросу достигнуты договоренности. Стоимость на семгу уменьшится до путевки на семгу до полутора тысяч рублей. Это решение уже принято, в самую буквально неделю будут внесены изменения в прескорант. Также речь шла о внесении изменений в правила рыболовства для северного рыбохозяйственного бассейна, куда необходимо было включить карскую губу. Отрадно, что руководство округа уделяет столько внимания вопросам сохранения дикой природы, устойчивому использованию. И здесь фонд всячески старается поддерживать округ в этом. Мы договорились о том, что в дальнейшем мы будем помогать региону создавать новые и поддерживать существующие особо охраняемые природные территории, реализовывать мероприятия по сохранению редких видов, работать с местным сообществом. В общем, впереди у нас еще очень много, я надеюсь, плодотворной, эффективной совместной работы на благо арктической природы. Оленеводы 6-й бригады СПК Ерфьем дают в 80 километрах от окружной столицы. Каждые три дня меняя зимнее пастбище. Малоснежная зима доставляет немало проблем оленям стадам и кочевникам. Накануне к жителям Тундры отправились представители законодательной власти. Алина Ваучейская продолжит. Продолжительность, сроки и расстояние зимних переходов оленевого стада зависит от обилия снега и степени истощения места выпаса. Форма копыт оленей прекрасно приспособлена для откапывания ягеля из-под сугробов, а также для передвижения в условиях глубокого и рыхлого снега по твердому насту и льду. Оленеводы 6-й бригады СПК Ерфь меняют зимнее пастбище раз в три дня. Раз в три дня они устанавливают заново, а потом разбирают свой чум. Зима в этом году выдалась суровая. Сильные морозы сменили метели. Впрочем, это не мешает оленеводам передвигаться на несколько десятков километров по Тундре в день. В начале февраля к оленеводам приехали гости. Депутат Государственной думы Российской Федерации Ярослав Нилов, окружные депутаты Андрей Смаченков и Матвей Чупров. В Тундре не в первый раз проблемы знают. Самое основное, что сегодня надо решать вопрос с изменением правил рыболовства и правил охоты. И пока ты сам не ощутишь, насколько тяжелый труд оленеводов, пока ты не поймешь, какие здесь природоклиматические условия, пока ты на себе не почувствуешь всю эту нагрузку, даже доехать от города на Ринмар на снегоходах, на современных средствах транспортных, 20 раз упав в снег, в сугроб, вытаскивая товарищей, ты не поймешь, насколько все это тяжело. Тундровая жизнь действительно тяжелая. Вдвойне обидно, когда ее усложняют неправильные решения, принятые в теплых кабинетах. Когда чиновники в теплых морсовских кабинетах меняют правила охоты, правила рыболовства, они должны учитывать специфику региона. Слава Богу, что нам удалось достучаться до Росрыболовства и в Госдуме поднять вопросы. Хорошо, удачно встретился губернатор. Мы услышали слова поддержки со стороны руководителя Росрыболовства, который сказал, что, во-первых, он сюда делегирует своего заместителя, который приедет на месте, пообщается, посмотрит и поддержит те изменения, которые были подготовлены депутатами ненецкого парламента, для того, чтобы не делали искусственных звездей браконьеров. Здесь не развлекаются, вылавливая рыбу, и охотятся не ради забавы. Депутаты окружного собрания прибыли в стойбище не с пустыми руками. Привезли оленеводам продукты и пообщались по текущим проблемам. Дальше будем им помогать, заодно пообщаемся, узнаем вопросы и постараемся им помочь. Непосредственно уже, когда вернемся на Римарх. Те вопросы, которые будут озвучены, постараемся их решить. В соответствии с российским законодательством, коренные малочисленные народы Севера имеют льготы при выходе на пенсию по возрасту. Но, к сожалению, город Наринмар и поселок Искатели не попал в тот перечень населенных пунктов, который позволяет как раз пользоваться этой льготой. Поэтому мы все необходимые документы оформили, направили в правительство, и наша задача общими усилиями, представителями всех фракций, всех партий, и исполнительной власти, и законодательной власти, добиваться того, чтобы защищать права наших граждан и обеспечивать возможность продолжать то, что десятилетиями, может быть, даже столетиями является традицией, как оленеводство. Тем временем у оленеводов 6-й бригады СПК ЕРФ все готово, чтобы отправиться на новое место. Чум и нехитрый домашний скарб собраны, и ездовые олени запряжены. Аргиш отправляется в путь. Алина Волчейская, Ольга Малыгина, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Увеличить мощности для хранения мяса и модернизировать фасовочное оборудование. Такие планы перед собой ставят на предприятии мясопродукты. Сейчас компания продолжает вывоз заготовленного мяса в Наринмар. Через нож Михаила Никонова за смену проходит от 40 до 50 туш оленей. Задачу разделщика входит отделить мясо от костей. В дальнейшем продукция отправляется на обваловку, где ее сортируют. По оценкам специалистов, компания по заготовке сырья на предприятии в этом году проходит крайне удачно. Мясо хорошего качества и погода способствуют сохранению его товарных свойств. Несколько сдвинулись, конечно, из-за того, что были тепло в ноябре и декабре. Она сдвинулась по времени. Это хуже. Но, тем не менее, в общем-то, у 15 в этом году довольно высокая. И вес, средний вес молодняка тоже, туши молодняка превышает 30 килограмм. Но, видимо, сказались хорошие условия в весенний, летний период. В цехах, как всегда, чисто. На предприятии большое внимание уделяют санитарной обработке. Мойка оборудования и цехов проводится ежедневно, во всех цехах. Ежедневно. И моющими средствами и дезинфицирующими предприятие обеспечено в полном объеме. И такого хорошего качества мы получаем из Питера, из известных предприятий. Сейчас предприятия продолжают вывоз сырья из оленеводческих хозяйств на Янмар. Уже не первый год акционерное общество сталкивается с проблемой недостаточной вместимости холодильных складов. Морозильная емкость позволяет хранить одновременно порядка 880 тонн мяса, тогда как необходимо 1200-1300 тонн. Нам предстоит в этом году обязательно спроектировать, пройти соответствующую экспертизу и построить морозильную камеру емкостью минимума в 300 тонн. Это будет уже достаточного объема емкость, чтобы обеспечивать единовременное хранение в пределах 1200 тонн. К реализации этого проекта уже приступили. Кроме того, в планах предприятия модернизировать фасовочное оборудование. Необходимо обновить термическое отделение. Мощности, которые есть установлены, они, к сожалению, позиционного характера, но вместе с тем они нам позволяют тоже нарастить объем товарного производства процентов на 35-40. Это будет хороший, очень хороший объем. Вместе с тем, для расширения ассортиментной линейки нам нужно произвести модернизацию фасовочного оборудования. Вопросы модернизации мясопродукты планируют решить в течение этого года, так как эти новшества положительно скажутся на качестве мясной продукции предприятия. Ольга Русл, Леонид Шишелов, Телеканал Север. ПЦР-тестирование в Ненецком округе стало доступнее. По поручению главы региона были закуплены новые экспресс-тесты на коронавирус. Стоимость на услугу значительно снизилась. Каждый житель региона может записаться на ПЦР-тестирование во взрослую поликлинику или окружную больницу. Юлия Казначеева продолжит тему. 2 февраля в Ненецком округе начали проводить ПЦР-исследования с помощью новых экспресс-тестов. Прием анализов специально разделен на два периода, чтобы избежать загруженности поликлиники и снизить риск заражения пациентов коронавирусной инфекцией. Одной из первых сдать ПЦР-тест удалось Елизавете Жахеевой. Трудностей никаких не было. Записывалась я вчера в кабинете касса. Меня записали в первую очередь. Новые тесты были закуплены по поручению губернатора Ненецкого автономного округа, чтобы снизить цену именно на услугу, которая предоставляется лицам, возвращающимся в округ. Сегодня стоимость анализа равна полутора тысячам. Для того, чтобы сняться с изоляции этого теста достаточно. Для того, чтобы иметь первичное представление о том, есть заболевание или нет, его достаточно. Но для того, чтобы госпитализироваться, нужен рутинный тест ПЦР. Он выполняется, если госпитализация по показаниям в медицинской организации, бесплатно для пациента за счет средств либо ОМС, либо иного источника. Напомним, что ПЦР-тест не нужно делать тем, кто переболел новой коронавирусной инфекцией и имеет на руках справку о наличии антител, а также тем, кто прошел вакцинацию. Юлия Казначеева, Антон Водряков, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Место гонок изменить нельзя. Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный встретился с активистами снегоходного спорта. В ходе встречи затронули организационные вопросы проведения традиционного мотокросса «Бурандэй», который состоится весной. Чуть меньше двух месяцев остается до самого зрелищного события в Наринмаре – традиционного мотокросса на снегоходах. А это значит, самое время начать подготовку, чтобы само мероприятие прошло, как говорят, без сучка и задоринки. В этом году погода нам благоволит, устойчивые морозы. Надеюсь, что и март даст нам хорошую погоду. Поэтому хотел спросить, ваше отношение к месту проведения, где бы вы хотели, чтобы проводились эти соревнования? Активисты, в свою очередь, рассказали, что хотели бы получить оборудованную круглогодичную трассу на земле, а не временную на реке. Работы по ее обустройству ведутся, но к нынешним гонкам подготовить ее пока не удастся. У нас на данный момент самое удобное именно по зрелищности, чтобы посетители были, люди приходили. Самое удобное – это вот это место, потому что здесь и пешком придут много народу, и так тоже с берега, и с домов тоже смотрят. Губернатор предложение принял и обещал, что в ближайшее время проведет опрос среди жителей региона, где бы они хотели, чтобы состоялся мотокросс. Тогда я проведу в социальных сетях, ну, по крайней мере, на своих аккаунтах, да, проведу голосование, обращусь сегодня с вопросом к жителям, где они считают правильно проводить. Кроме того, собравшиеся обсудили организацию палаточного городка, призовой фонд соревнований и медицинское сопровождение гонок, так как в прошлом году были нарекания со стороны участников. Если участник возрастной, или понятно, что есть хронические заболевания, там вторая группа, третья группа. Нет, как правило, первые две группы здоровья – это без проблем. У кого третья, четвертая, как правило возникает? Вот третья, четвертая, давайте мы определимся. Активисты рассказали губернатору, что для решения многих вопросов в регионе необходимо создать федерацию мотоспорта. И сейчас они находятся на пути к регистрации. В общем, мы идем к аккредитации, к созданию вот этой федерации. И, собственно, весь этот актив неравнодушных граждан, увлеченных гонками и мототехникой, сегодня здесь собрался, чтобы на месте обсудить уже такие рабочие детали того, как будет проводиться Бурандей в этом году. И, соответственно, уже их вынести, чтобы на Оргкомитет, чтобы они там также были приняты и закреплены. Напомним, что в этом году в регионе состоятся юбилейные 25-е гонки по снегоходному мотокроссу. Ольга Русул, Антон Водряков, телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды на телеканале «Север». Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами.